Продолжим тему здорового питания. Хотите быть стройнее, больше двигайтесь и избегайте уголков гостеприимства. Такие есть, пожалуй, в каждом офисе. Сушки, печенье, пряники, конфетки, бараночки. Идеальный вариант – брать с собой еду на работу. Так делают все, кто следит за своей фигурой, я в том числе. Главное, чтобы содержимое вашего ланчбокса было сытным, вкусным и полезным. Как раз такой обед будут готовить героини нашего следующего сюжета. Наталья – шеф-повар кулинарной школы, Елена – врач-диетолог. Сегодня им предстоит работать с аппетитом. Но смогут ли две хозяйки найти общий язык на одной кухне? Собрать вкусный, а главное – полезный ланчбокс. Доктор и повар не собираются кормить зрителей завтраками и прямо сейчас приготовят обед на работу. Горячее, салат и перекус. Только вот на языке диетолога это звучит по-другому – белки, жиры и углеводы. Причем последних должно быть как можно больше. Углеводы – это энергия. Поэтому правильно составленный обед должен обязательно включать, ну, где-то половину своей емкости углеводы. Обязательно должен входить какой-то белковый продукт. И небольшая часть жиров, которая должна быть представлена, ну, как правило, правильными жирами. Итак, половина контейнера – углеводы. Мы берем макароны из твердых сортов пшеницы, то есть, как бы, максимально, чтобы веселее было, я взяла разноцветные. Добавляем белки. Сегодня это будут фишболы, проще говоря, котлеты из рыбы. Рецепт простой. Нарезаем треску, добавляем рикотту, соль, перец и лук. На четверть часа отправляем в духовку. Кстати, рыбу можно заменить индейкой или курицей. Они у нас чуть-чуть, как бы, такие получились, как ежики, потому что у нас мы рыбу нашу рубили. То есть у нас она была максимально крупная, чтобы сохранить все прям такие питательные вещества. В ланчбокс можно положить салат из свежих овощей, причем вместо соли лучше добавить брынзу. Она не только заменит специи, но и, полежав с овощами, превратится в полноценную заправку. При желании можно приготовить и соус, только для него потребуется отдельный контейнер. Этот соус мы обязательно, ребята, выкладываем отдельно, чтобы у нас, во-первых, в целостности оставались все наши продукты. Кстати, зелень в ланчбокс добавлять не нужно. При разогреве петрушка и укроп потеряют внешний вид и полезные свойства. Лучше дополнить обед медленными углеводами. Правда, яблоки и бананы – те еще фрукты. Разрезать их перед выходом на работу нельзя. Цельные фрукты используются потому, что так они сохраняют максимальное количество полезных своих свойств. Не теряют ни витамины, ни минералы, не портятся, не приобретают какой-то необычный цвет или не совсем красивый вид. Поэтому фрукты лучше использовать в целом виде. И еще ланчбокс можно собирать и вечером. Главное, на работе – сразу отправлять в холодильник. Ну, на самом деле, мы можем уже идти кушать. Да, я с удовольствием. Судя по порциям, мы можем тут прям еще кого-нибудь угостить. Да, очень хорошо. И главное – это будет и вкусно, и полезно.